Всем привет! Меня зовут Добрынин Женя, я художник-кастомизатор. Сегодня я вам расскажу очень много интересного о красках Таир, покажу в работе пару новых цветов, и мы с вами сделаем, собственно, этого шикарного Ван Гога. Готовы? Итак, для начала мы берем с вами подложку. Это у нас в данном случае холст на картоне, который в пленке, чтобы у нас ничего не прилипло, и создавалась непроницаемая поверхность. Далее, мы должны загрунтовать рабочую зону. Это мы можем делать как специальным грунтом, так и слегка разбавленной белой краской. Когда грунт подсох, с помощью копировальной бумаги мы можем перенести готовый эскиз или нарисовать нужный нам. Да, Ван Гог у нас был подготовлен, поэтому нам чуть проще. Шикарная палитра, на которую хорошо ложится акрил, на которую он хорошо будет смешиваться. Мы набрали все нужные, возможно, не очень используемые цвета, но чтобы у нас было все. Далее, разбавляя водой, мы с вами наносим подмалевок. Подмалевок это самые базовые цвета, оттенки на нашей композиции, которые будут задавать первый такой полупрозрачный слой. Да, мы не забываем прорабатывать мелкие участки, белки глаз, не забываем прорабатывать губы, волосы. Да, подмалевок это черновик. Потом мы будем с каждым наслоением усиливать контраст, яркость, насыщать краску и чтобы у нас создавалась уже такая полноценная композиция. Одежда, фон, все это важно. Фон, в принципе, мы можем уже и усилить, добавить какой-то эффект. Мне захотелось такой живописи и объемных мазков. Далее, я почему-то работаю со вторым слоем, начиная от светлого к темному. То есть, какие-то блики, какие-то обводки, контрасты. И для меня, как для художника, проще проработать белое, темное и потом увидеть, где же у меня западает контраст, который я буду повышать с помощью живописи. А именно, разными оттенками краски Таир. Итак, собственно, прорабатываем глаз черным, белым. Видите, он у нас оживает. Добавляем объем на нос, на губы. Конечно, светотень это очень важный аспект в работе. И, наверное, мой любимый. Когда у нас появляется контраст от черного, когда у нас появляется световой акцент от белого, мы с вами уже понимаем, где у нас источник света, где у нас западающая часть, создающая тень, где у нас, в принципе, выступающие какие-то элементы. И, учитывая, что мы работаем с портретом, мы должны предусмотреть всю конструкцию черепа. Со скулами, с челюстью, с хрящом носа, с лобовыми перегородками и так далее и тому подобное. Далее, когда мы разобрались с кожей. Кожа у нас такая, как видите, живописная в стиле Ван Гога. Прорабатываем, детализируем волосы, бороду, добавляем какие-то тени дополнительные. Прорабатываем вторым слоем, где нам нужна одежду, добавляем какие-то наши технические элементы и фишечки. В моем случае это фон и блин в глазах. По-моему, очень эффектно получилось. Итак, друзья, смотрите, какой шикарный свитшот у нас получился. Яркая весенняя роспись с новыми цветами, с интересными смешениями оттенков. Попробовали техники, сделали довольно мягкую роспись, нужно сказать, и просто наслаждались процессом. Редактор субтитров А.Семкин